МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, с вами Адакшу 77 Геймс. Первый школа-обзорщик в Чуркистане. Короче, сегодня я решила сделать какой-то необычный обзор. И мне тут подруг подвернулся под тач 3G на 8 гигов, который по-настоящему 2G. Но всё равно, эта игра, которая сегодня обозреваем, нормально запустилась на моём старинеком iPod. Итак, это игра Reckless Racing. Чем она примечательна? Тем, что она, конечно же, гонка. Это, во-первых. Во-вторых, что она в грязи, чем похожа на FlatOut. И, в-третьих, она с видом сверху, чем она похожа на такой старенький добрый Rock'n'Roll Racing. Так, убавим звук. Итак, начнём. Поехали в сингл-плейе. Тут нам предлагается два режима прайна. Я выберу бигинных, чтобы просто нормальный геймплей вам показать. Конечно, тут все как-то прошёл, трассы. Тут один из насадков игры в том, что тут трасс довольно мало. Вот, как видите, и четыре трассы, и... Точнее, не четыре трассы, а пять трассы. Их инвертированная версия. Тут также появились ещё две новые трассы в апдейте последнем. Но это всё равно, в любом случае, мало. Ну, ладно, давайте поиграем на карте Monkey Road, например. Я сказал Monkey Road. Так. Тут, кстати, очень хризматичные персонажи. Вот, водитель этих машин. Тут ещё два новых персонажа в апдейте появились. Ну, давайте поиграем за привычного мне Хэнка. Да. Итак, давайте посмотрим немного геймплея. Так. Выберем уровень сложности Силвер. Так, если выберется Амоксян, тогда вам придётся с последней стартовать до первого, чтобы получить золотую медаль. А если вы выберете Силвер и сфиншуете первым, тогда вы получите только серверную медаль. Ну, ладно, начнём. Итак, тут есть даже несколько шаблонов управления. Ой, ой, Бен. Всё, я заснубил. Давайте, поехали уже. В любом случае, тут есть два шаблона управления. Вот я пользуюсь сейчас шаблоном Танк. Это машина говорит сама по себе. Как раз для такого нуба, как я, очень хорошо. Сейчас мы играем в синегруппе, выступаем ботом. Так что я выгулся вперёд. Хотя вначале я стукнулся обо все бордю, которые только можно. Как видите, тут график очень отличный. Вообще, на отличнейший график для гонки трёхмерных, к тому же. Как видите, тут много физических объектов на карте. Тут есть всякие конусики, всё такое. Лужицы. Повсюду мы распахиваем грязь своей машиной. Очень похоже на Флотаут по дизайну. Ну, тут и, собственно, такие машины, в них всё время деревня всякая изъезжает. Ну так, давайте ещё один круг проходим. Управление довольно отзывчивое. К тому же тут машина всё время дрифтует на поворотах, и к этому довольно быстро привыкаешь. Ну, интерфейс, конечно, такой минималистичный и не мешает самой игре. Упс, моя машина немного перевернулась. Ладно, слава богу, она не упала. Тут физическая команда очень хорошая, и у самой машины тоже. Итак, и так. Всё ещё эти лузи не могут догнать меня. Как видите, вы видите, сходство. А сколько он ровно рейсинг, всё-таки. Вид сверху, такие известные трассы тоже. Вот только тут музон однообразный, конечно же. Это тоже один из достатков игры. Тут просто реально очень мало вкусных вещей, вроде трасс-гонщиков и музыки. А так всё остальное на 5 с плюсом выполнено. Упс, я перевернулся. Ладно, давайте посмотрим, как тут выглядит мультиплеер. Это одна из главных достоинств игры. Одно из главных достоинств игры, да. Короче, а стоп, я же вам не показал. Тут есть к тому же несколько, конечно, режимов игры в синглплеере. Но это была обычная галли, тут, конечно, гонки на время. И доставка всякой провизии вот здесь. Я покажу несколько минут геймплея из доставки провизии. Тут, кстати, ещё больше физических объектов. Но тут как только одна. Надо просто брать товары, за опредёёное время дотащить до нужного места. Вот, ящик берём. Как видите, он тоже поддаёт законы физики. Вообще тут всё поддаёт законы физики. Да, кроме деревьев. Жаль, что их нельзя войдёт. Только это уже мечты. Всё-таки у меня iPod Touch 2. Что тут вообще можно сделать, кроме того, что кончики позабивать и всё. Итак, мы откроем груз. Потом идём за другим. Ну, короче, поняли смысл этого режима игры. Да, всё-таки пойдём в мультиплеер. Итак, мультиплеер. Интернет, конечно же. Тут есть несколько серверов. Конечно, заходим на один из них. Тут есть несколько лобби, конечно же, как обычно. Заходим в лобби. Выбираем гонщик. Нажимаем «Готовое». Ждём других игроков и начинаем играть, собственно. Лобби тут, конечно, очень удобное. Но, к сожалению, в мультиплеерах могут участвовать только четыре игрока. Чем-то похоже на Bad Company 2 версии. Да, и пода, и айфона тоже. Только там хотя бы уже уличили планку до шести игроков максимум. Итак, тут одна из снежных карт-хаттер добавилась в последнем апдейте. Ну, что ж, поехали. Кстати, жалко, что в синглопере нельзя выбрать цветовую раскраску нашей машины, но мультиплеер это очень заметно. Потому что всё-таки ваш шаппинг может вывозить совершенно другую машину и, наоборот, одинаковую с вашей. Отлично, опять забиваем всё на своём пути. Короче, мультиплеер немного больше растянет время игры, но только как она вам надоест. Игра-то весёлая. Но вот однобразие трасс начинает удручать чуть-чуть позже. И так я забурсовал и на последнем месте, да? У меня огромная печать. Ну, короче, вы пони смысл у этой игры. Короче, игра очень хорошая. Она в App Store стоит довольно мало денег. Конечно, трасс тут довольно мало, и вы можете её пройти день за день, и потом уже висит в мультиплеере. Но, в любом случае, игра очень интересная. Сайту её всем. С вами был Кулгот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, контакте, ставьте оценки. Что ж, до свидания. Если вам понравились, пишите комментарии, я сделаю ещё несколько обзоров игр на iPod, и там iPhone, и на iOS. Короче, вы поняли. До свидания.